Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не получается думать, думать Ученик ручек в ответ Думать, думать Ясно, не получается Вот сегодня очень много говорили Что главная задача математического посвящения Это сфотографическое мышление А математическое мышление Происходит только после того Когда у каждого идея Какого-либо решения Продвижения и так далее Поэтому Как минимум две Составляющие Появляются Появляются идеи А потом уже Аналогические Появляются Вот существуют два вида Первый Возникает какая-либо проблема Человек над ней Долго разночаляет Ему как творчество Находят идею С помощью которой Эти проблемы решаются То есть Возникает связь Проблема-идея Обернем Обернем ее и получим Идея Тереть проблемы То есть Человек Каким-либо образом Находит Идею А потом Только ищет Какую задачу Он решит Фотограф Когда приводил Этот Фитворческий Рассматриваю Вот такой Пример Это все равно Что художник напишет Пейзаж А потом Вдруг Выходит В первую Ищет А позже Он сошел Тереться Как сказалось На первый взгляд Этот вопрос Совершенно абсурден И не подходит Но не будем торопиться В связи с Развитие компьютеров Это направление Развается И специалисты А тоже отвечают Очень Перспективно Возникают проблемы Как же у человека Может быть Эти идеи Если третьи не поставлены Проблемы Это тоже Вопрос Одну и следую Наука Ведения существует Такое понятие Как игра с объектами Или идеями Когда не ставится Жесткого Требования Выходить Такую Задачу И в процессе Этой Находим Либо Либо Составляет Задачи Которые Решаются Вот Математика В силу Дальшественных Связей Математических Иераристических Идей И так далее В силу Удивительного Сгодства Играет С реальными Объектами Которые Происходят Предатель Оказывается И Если Объектами Является Перспективным Направлением В Будущем О чем говорят Специалисты То Возникает Естественная Мысль Использовать Это Для Продолжение А Потом Это Направление Достаточно Отработано Может Будет Может Быть Понести И Научную усилию Вот Одно Из Одна из Всех Дорогики Дидактики заключается В том Что Ученик должен При изучении той или иной Науки Как можно Больше Открыться Было предложено Построение Ученика Маленьких Теорий Но Это Управление Не прошло У нас Потому Что Отсутствует Это Накопление Вот Этих Самых Идей На основе Которых И существуют Назматические Теории Таким образом Возникает Идея Кроме Решения Задач Когда Перед Учеником Ставится Твердое Жесткое Требование Выполнить Которое Необходимо Вести Еще и Игру с Математическими Объектами Где Такого Жестного Требования Не ставится Только Общая Задача Игры с Объектами В результате Чего Ученик Генерирует Историнную Помощь Учителя Идеи Потом На основе Этих Идеи Составляются Задачи И потом Тут Разные Связки Между Вот этими Тремя Видами Поиска Первое Построение Теории Второе Решение Задач Его можно назвать Связанным Поиском Третье Игра С объектами Которые Можно назвать свободным Поиском В результате Этого И сама Аметодика Кардинально меняется В идее Несвободного Поиска Идей Или Игра С математическими Объектами Оставляем Задумываемся О том Что Раз Входит Третий Компонент В заключении Игра С объектами Несвободным Поиском Вот И Беспрактики Я очень коротко могу сказать Значит Пустая глава не рассуждает Следовательно Какую-то базу Ученики должны иметь Значит Несколько тем Изучается Болгом 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 Знакомство Потом Происходит Некоторое Творчество То есть Учитель организует Этого С математического Объектами В результате чего Ученики выходят На некоторые идеи И почему Учиморки Например Плохо решают Нескандартные задачи Потому что У них нет Вот этой промежуточной Ученики Нет В подсознании Тех подобных Мыслей Которые Они очень быстро Нарабатывают При игре Тут Проходят Интуитивные Контрольные Работы А уже После Такой мышки Подготовки Начинается Уже В роли глубокое изучение Каждой темы Где Ученики Либо Уже Сделали Либо Его подготовлены На интуитивном уровне Либо Открывают В процессе Работы Съемного И в конце Уже Появляется В конце Скажем Угодия Повторение Всех этих идей И Попутное Повторение Программного Темы Вот Если Это очень Угод Теперь У многих Возник вопрос Что с Такой Прикрасабель Вот Чтоб Было Понятно Я Прилю Очень Маленький Пример Я Немножко Чуть Чуть Отойдет Вот Константин Приложен 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 Очень Увеличен Все Увеличен Чего Установление Научное Мы Являем Смойство Повторение Насколько Приводим Все Насколько Все Смойство Повторение А потом Ужить Неожиданно Впереди В том, что было односторонний, который появился человек угольный и предлагает ученикам сделать структуру и доказать. Я считаю научниками, которые это база, сквозь пункта, в ближайшем разу до 30 градусов, сам и спас на свою очередь. А здесь у них есть уже вот этот чест в памяти. А в логичности это можно делать. Продолжение следует. Спасибо. Продолжение следует. 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 Мы называем школьные учебники с дисциплиной, позволяющей алкоголь, оплатно ориентироваться в окружающем мире. А это церковь, как все это будет. Сегодня все, как никогда ранее, определиться неформированы. Образованы церковные системы образования в нашей стране. Пишутся новые программы, ученики, проекты. Создаются различные концепции, которые подчас, поменяя обстоявшиеся ребенки, отметают традиции разночных город, которые накопилось в руках. Траклина Свихопада уже зараживает. Стоит вспомнить реформу математического образования с 50-х годов. С одной стороны, наша детства в школу многих элементов сотрудников математики, изобвезли школьную математику, школьную и узловскую программу. А с другой, взамен от взаимодействия на математику и на математику и наше время, мы обратили к многим эффективным методам, проверенных временем развития логического мышления, реформирования навыков поиска алгоритма решения задачи, что в последствии сказывается на изучении, прежде всего, геометрии. И сегодня мне понравится попытки из них программы внести новую разделу, например, твердориальности, о которой мы сегодня говорим. В общем, не теория катастрофы, что была современная теория, которая у нас встречается, геометическая, а также этапология есть. Можно назвать массой с институтом, потому что это такая современная математика. Почему это реальности? Тесня старая и, что подчас, весьма спорна. Единственный экзамен стал фактически вскрытой новой реформой, расщепляющей математику ее насоставляющей. К тому же ЕГЭ стали использовать мусорреннюю среднюю политику, и осматриваемая будущей 50-летней политикой государственной учительства, как всего этого или нет, стала брать втреншу норму на отраскивание, а многочисленные методические посуды и подготовки к ЕГЭ этому способствуют. А ведь заобщая математика – это абсурд на определение, потому что сама абсурд математики – это логическое понимание и высота мусорительного процесса, а мышление – условия проявления уголовья человеческих знаний. Слежание программы «Мусорительного младшего снижения» не было особого разговора, я работаю в театре активности, и я не стану его касаться. Более десяти лет я перерывусь к этому вопросу, какой должна быть технология изучения математики 10-11 классов, чтобы незначительные корректировки существующих программ, и на базе, которую дает сегодня основная школа, существенно повысить качество математических знаний мусорительных. Математика в старших классах и нет школьной математики, завершающей карту изучения большинства учеников. Поэтому к концу получения учеников должен сложиться целостное представление об одной из важнейших навыков. Я уверен, что математическая культура зависит не от количества изученных вопросов, а от качественных осознаний и понимания взаимосвязей между ними. У нас ожидательных учеников прежде всего школка в балете, которая позволит справиться им забрушивающейся на некновенную информацию, в том числе и научной, а бороться с этим навыком как одна создания между школами дело безперспективным. Один из путей ведущих по стяжелению математики это создание словам в голове бюро. Естественный порядок наращивания знаний в мире всегда имеет адаптер развития спирали. Поиски не увели меня на такую спираль в курсе алгебра и начала анализа. Надеждаясь в 17-й программе, я ввел в нее на устранение существующих логических пробелов. Некоторые элементы зер и уравнений пределов. Второе. Существует своя тематическая планетная технология, управляющая на кого-то 10. Прошевеляющий мир, над которой над каждой точкой разорвательного пространства ученики проходят многократно, но каждый раз смотрят у него с другой высоты и на другом зрения, что позволяет лучше осуществить убедение. Систематическое повторение основных математических идей, методов, технических приемов на новом материале и на новом уровне знаний на виду с традиционным повторением без ничего дворя как следование известной мудрости повторения и мальсмучения. Первая реклама, которой в Крестнице и неспирантно приходится на 1-й материальный класс. Там реакцию ведет к окоплению фактов, появляются возникшие косметические объекты, устанавливаются первые связи между ними и делается первое обобщение. В 10-11 классах преподавают еще в основном ассоциативный подход разумного обобщения и систематизации наививших знаний. Так, в первом виде четверти, десятого класса я изучаю. В первом году идет обобщающее повторение курса алгебы основ школы. Включаются сюда понятия и модуль и параметров что там входит первая задача оно к геометрии. В первой четверти изучается ледкоиндатная плоскость. Прямая равновеседия составления прямой ну где-то происходят из теории видов порядка. В третьей четверти изучаются функции и рассматриваются 14 свойств функции прежде, что можно читать и графически. Это все эти понятия, которые существуют в современном языке, которые мы пользуемся. Например, такое свойство, как асинтатичность почему бы мы рассмотрели концепция с графиками асинтопов. Это означает, что либо сложная функция зависит форму из них на более простую асинтопы асинтопы на более простую значимую значимую. То же самое было оказаться гладкость, ограниченность и графиками все читается. Зато ставится задача цель на все два кода. Все эти свойства обезвлечь не из графика, а из герметического задания и алгебра и географическому анализу. для того, чтобы полностью купить функцию. Функция зависит закономерность. Формула это самая терапевтная запись закона. Формула позволяет прогнозировать какой результат, планировать результат и ожидать что для этого нужно сделать. Среди четверсов заключаются пределы прямой функции производная приложение стыдок на полные сырные функции построение графиков. Известно уже с девятого курса в школьном примере. Функция становится центром всего изучаемого курса. Хочу сказать, когда функции называют много разговоров, мы не можем позироваться, потому что объемом поверхности тех вращений глобных дел, мы давно все равно учились на дельный переход. Но изучать предел функцию, начиная с отдела последовательности, это, конечно, ему совершенно более не нужно. Достаточно ввести понятие предела как существо, которое отличается от функции вблизи данной точки на бесконечное малое учение может дать интуитивно отряд Голоресского и Камагорова, что не обязательно должен быть школьным взимателем все строго доказано. Иногда достаточно правдоподобных разрушений, которые позволяют правильно сомневаться. Таким образом, установив систематизируются, объявляются прежние знания, добавляются новые, на базе которой будут изучаться все остальные программные вопросы, что способствует более удобному предназначению предметов 여러분들 и формированию уходными безумнодельствами продукта Третий четвертый 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 10-го класса и серф Первого Умеряются от интуитических функций и свойств графика и от 12-летнего мучения это могло стать полным еще в данном метрике первые четвертые одиннадцатого класса, некоторые традициональные функции уравнений нерависти. Пятый видок – это показательные функции, свойства графики, производное уравнение нерависти. Шестой видок связано с атмосферической функцией. Вы сказали, что тут есть принципичный метод, но я согласен. Элементы мозаики остаются одни и те же, но мозаика получается для одного другого. Постоянное повторение методов, при какой-то функции другой, от одного типа к другой, мы увеличиваем число методов решения уравнений. Число методов решений разен. Больше, как графические решения. Оказывается, для решения задачи любое задание функции подходит. Есть точное решение, есть и точное решение, но это подходит тоже, язык другой, как позволяет решить задачу. На третьем шестом видках, еще раз подчеркнусь, учитывается подход от общих представлений к частным конкретным методам. Расширяется множество методов решения и уравнений нерависти при разрушении аналогичных задачах. И на седьмом видке, это последняя часть, третья, четвертая класса, идет обобщение всего крупного закона среднего математики. Интеграл стоит осторожно. Сегодня я вынужден его прохожу. Два реализации с ауны, определенный интеграл, потому что определенный интеграл без него ткать нельзя, потому что вообще школьный будет там сделаться. А на самом деле, к этому нигде не будет в курсе театрикума, не вуза, этого быть не может. По кочку математика не изучается. И, в общем-то, надо без школы больше обойтись, потому что цена, что она у курса является элементарной функцией. Это не будет, но он так и называется, элементарной функцией, как было в данные времена. А алгебра и начало анализа раскладываются как средства, которые необходимы для изучения на курсе. Тогда, я заканчиваю, тогда у них полное исключение складно за целостное представление. И курс позволяет достаточно прородить паркетистические, основные паркетистические вопросы в высшей мультимации, которая следовала потом в высшей школе. Это показывает, что ученики участия такой технологии показывают хорошие результаты, и успешно нам будет учиться. 2 раза больше. 0 раз 4 часов, а именно 2 часа 5 часов. так. У нас в трех классах идут в обычном режиме, в десятом классе мы делаем на счастье гуманитарные классы, классные и синтетического профиля Но разница большая, потому что мы там в классе 5 часов 18 будет, а по всей технической жизни А по такому какие? Учебника нет, я пишу, да, я бы сказал, что, в принципе, такая технология была вынуждена писать, я была уже преподаватель ВУЗа, вынуждена писать свой вопрос, вынуждена на то, что в акции СССР, этот конспект Сегодня пишется учебник, когда отличие от всего закончено, к сожалению, требовательные функции не позволяют, Но пишу официально в десятом классе учебник Башпакова, хотя он по уровню немножко такой легкий, но там есть вот эти две норги, которые есть А в десятом классе пишу, что учебник Башпакова, там, показательные функции, высота, груздичных, в общем-то, и сложный смысл А на один учебник, например, я много раз критиковал, это много стоило от учебника, но и так с обмоговым техническими отношениями Но так как возможно, там, начало анализов, и он существует столько лет, мы муни постижимы Мы муни постижимы, потому что так математика предлагается только в школе учебники И в технику мунифузе никто так в изводную не ввозит Ну, в 2014-м для него журнал «Математика в школе» вековала первые статьи, связанные с программой, например, преподавательной статьи Второй-третьий журнал, и там был мой урок, интервьюзованный урок, который был Задача для настроения, в районе контикуляра к любой отличный способ Потом он вошел в сборы без стандарта, вообще А введение понятия «производные», введение рождения нового понятия Последний журнал, предпоследний журнал за этот год «Математика», «Газета Математика» 20 лет, по-моему Ну, а больше, он печатился То есть Ну, само себя, пока еще не наоборот, он там просто на роде с финансом Там он по-моему Есть вопрос Журнал «Математика» Уважаемые коллеги, ярко старая накладка авторов, я Любин Александрович, и мы с автором основы Светлана Александровна Мы все хорошо знаем, что большинство задач, которые мы решаем с ребятами в школе Я буду говорить о четвертом, шестом классе, где это у нас сделано Ну, это относится не только шестом классе, это относится ко всей школьной математике Они довольно искусственные, они дистиллированные Данные отроблены уже, все лишь не отсечено Но, вот берите шаг из вот этих первичных тем Естественно, ребята и с этим плохо справляются Что такое жизненная задача? И для кого они предназначена такая цель? Значит, мы являемся автором учебников Для начальника и для основной школы И эти задачи там опубликованы Мы работаем с ребятами в этом стиле Ссылка я там потом Эти задачи предназначены Согласно планированию нашего учебного материала Только для желающих Ну, пока Значит, что такое жизненная задача? Это задача, которая представляет собой Мало дистиллированный какой-то сюжет Из действительной жизни Там, в этой задаче, могут содержаться данные Которые не понадобятся разрешениями В жизни или сейчас бывает Когда ты съелишь какую-то проблему То ты не знаешь, какие данные тебе понадобятся или нет Там чего-то может не хватать А какие-то данные мы вполне можем найти из правочника Из каких-нибудь общедосторных источников информации Для этих задач характерна довольно сильная связь с другими областями Ну, как школьными предметами, так и областями науки и жизни Ну, вот, наверное, тут надо говорить дальше не общее слова, а рассмотреть некоторые примеры Значит, такие задачи у нас в учебнике для четвертого класса имеется пять И имеется по четыре задачи Одна в каждой четверти для пяти и шести классов Они по-разному могут Имеется также в методических разработках для учителей И текст, как с этими задачами можно поработать Здесь деятельность учителя доставляется большое поле для самостоятельного Выбора, какой путь лучше с его ребятами С теми, кто захочет этим заниматься Значит, ну вот я для примера рассмотрю несколько задач Они могут быть сформулированы в виде какого-нибудь рассказа Например, у нас в четвертом классе есть такая задача Мальчик, который приехал из далекого странного государства в Москву Ну, там, без подробностей, скажем, родители приехали работать И он вот пошел в нашу школу Четырнадцатый слабо понимает Медлическую систему мер, она еще не изучается И вот, значит, там приведены страницы из дневника этого мальчика Вот он слышит о каких-то единиц измерения Дневные, еще массы, площади И вдруг на него он делает великое открытие для себя И начинает пользоваться им Например, он приходит в магазин И просит продать эту книгу в программу Матфея На что встречает предумленный взгляд Он предлагает у него подход с ребятами Взять с собой, там, десять цилиндров воды Короче говоря, ребятам даются возможность почитать этот текст Каким-то образом его понять, расшифровать И таким образом открыть, самим попытаться открыть Кстати, работа с этими задачами предполагает У нас в стадии соблюдения, ребят Некоторые, ну, подсказки, как можно менее прямые Совсем острые Но все-таки, ребенок в 2014 класс Вполне может понять, что если есть сантиметр То, может быть, есть и сантиметр Может, есть и сантиметр И так далее Вот один пример такой жизненной задачи Эти задачи называются Так что у нас в учебе, как в четвертом классе Так исторически сложилось Называется комплексными задачами Может, комплексными И она называется не компетентными задачами Потому что позволяет неким компетенциям Посмотреть, есть ли они или нет То есть это задача, которой занимается Странник и детский учебник Как условия задачи, я не говорю Есть задачи, которые формируются в виде англ-фразов Ну, кстати, начну сразу с другими предметами Вот тут глубокий связок с языком Кстати, не только с языком Например, с историей Тот же самый сантиметр, который звучит для русского слова Совершенно необычно Это стандартные единицы измерения объема В средней и в западной Европе Другая задача Формулируется одной фразой Она навеяна общением с коллегами истории Если Вот коллеги истории И вы говорите о том, что есть Ось времени На которой они размещают исторические события Да И вот число плачет после изучения темы Целые числа Потом и национальные числа Ну, тут достаточно целые Когда ребята знают, что это исцательное число И знают, что это числовая прямая Им задается один вопрос Одинаково ли Устроенная числовая прямая и ось времени? Ну, объясните Если надо, то иди к чему А если нет, то скажите, в чем их исходство И в чем все-таки их различие Еще одним примером задачи Такой жизненной Это является работа До того, как ребята с этим познакомятся На географии и природоверении Работа с понятием масштаба Например, ребята Уполагаются различные карты Где проводят учения Какие-то Ну, выраженные персонажи И предлагается прокладывать маршруты Сравнивать Приходить Понимаем того, что такое масштаб Есть задачи, связанные Ну, говорилось сегодня о статистике И о статистике измерений Ну, два слова скажу Что в наших учебниках Статистическая линия Начинается еще даже раньше У нас есть попытки Проводить элементы статистики Начиная со второго класса В начальной школе Естественно, очень ограничено И если нет, то ли он На эту тему Это разговор Если кого-то заинтересует Ну, для дискуссий У нас будет же много стил Можно на этом поговорить Я должен сказать Что одна из этих задач Связана с частотным составом Русского языка Вот Потому Как Купочки разные Смещаются В разных детствах Можно делать много И мы можем взять Интересные Вот Да, я понимаю Собственно говоря Я все сказал В подробности Вы можете найти В наших учебниках Ну, наверное Стоит написать Это название Наши учебники Обшорство Соборозовательной Системы Школы 2006 У нас имеется С первого и четвертого класса Учебник Имеется Учебник Грегатного класса У которого он уже В этом году Грегатом учится И учебник Шестого класса С данной Стузизм Надеемся Появится Все Спасибо За внимание АПЛОДИСМЕНТЫ КОЛОВА АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЗИТА Учебник И на тему Важно Учебник Аплодис Учебник И на тему Учебник Учебник Продолжение Учебника Учебник Существующего Продолжение следует... 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 Всем вам хорошо честно, что начиная от учения статематического курса «Геометрия» с учащимся в седьмом классе, учитель сталкивается с трудностями возникающего учащихся. Эти трудности от начала учения курса, связанные с переходом от индукционного метода к стенам, при котором от учащихся требуется уже грамотно-логическое обоснование и рассуждение. Поэтому оснащение подготовительного курса «Геометрия» способствует развитию школьника. В настоящее время мы говорим о том, что много создает различных типов школ и классов. У нас в республике Башкортостан в нашем городе созданы и работают, так называемые, одессые классы. Не школы, но классы. И поэтому на базе школы номер 2 и 12 в городе спорта «Геометрия Пашкортостана» вводился следующий эксперимент. Были выбраны по 2, 5 и 6 классы, экспериментальные, кадетские и конкуренные учебо-образовательные. Второй школе и 12-й учебо-образовательный, математический класс. Для учащихся кадетских классов и учебо-образовательных были дополнительные введены части геометрии в 5 и 6 классе по 1 часу в неделю. Курс проводился по сборной программе, скажем так, ориентированной в научнике нескольких авторов. И сравнивая данные, полученные на первоначальном этапе в Франции эксперимента, мы создали диаграмму, позволяющую сравнительный средский потенциал учащихся до начала эксперимента и после него. Заметно, что идеи, которые мы воплощали, а в частности, как бы не сквозной, но одной из мнений была еще и идея физианизма, мы убедились, что учащиеся, особенно ученики кадетских классов, понравились ЭКЗТ. И теперь уже на вопросы, задающиеся учителем, они отвечают не только по рассмотрению ответа учащихся на плоскости, но и пространстве. Так, например, если мы сравниваем и задаем вопрос, как будут располагаться, займы располагаться под треугольник, они рассматриваются в случае положения на плоскости и пространстве. Но здесь задание обрабатывается не только займы расположения, но и еще вопрос о пересечении объединения множек. Таким образом, математическая учебницкая задача является не искусственным дополнением, а существенным компонентом математического образования. Предлагает различные вкусы в организации исследовательской деятельности учащихся. Дрение мудрости классеет. Скажи мне, я забыл. Покажи мне, я забыл. Дай мне действовать самому. И я научусь. Предпознательность потребности преодоления познавательных затруднений определяет готовность наших учеников исследовательского поиска ускорения. Спасибо. 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 Спасибо.